Всем привет, вы на канале Девайс. Продолжая цикл сборок с Алиэкспресс, сегодня я покажу вам систему за 50 тысяч рублей. Для тех, кто не видел последние ролики, то во-первых, обязательно посмотрите, а во-вторых, поясню, что здесь я собираю максимально возможные системы для игр в рамках конкретно заданного бюджета. На Алиэкспресс приближается распродажа 11.11, где можно поймать отличные скидки, особенно если подготовиться к ним заранее и сложить все товары в корзину. И чтобы вы не тратили время на последний пункт, я выискиваю лучшие предложения и показываю вам получившуюся сборку. Сегодняшний ПК удалось взять весьма неплохую по современным меркам видеокарту. Она до сих пор способна тянуть любые проекты в Full HD разрешении на достойных настройках графики. Смотрите ролик до конца, ведь там я проведу тесты, подтверждающие мои слова. А как вы относитесь к сборкам с Алиэкспресс? Делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ссылки на все железки из видео вы сможете найти в описании. Поехали! Базируется сборка на сокете LGA2011-3. Он на сегодня весьма актуален, ведь выдает наилучшую производительность в пересчете на стоимость комплекта Мать Проц Оперативная Память. Материнка тут, разумеется, китайская, но от весьма неплохого по меркам Алиэкспресс бренда. Она простенькая, но обладает всеми нужными функциями. Здесь 4 слота под ОЗУ и поддерживается 4-х канальный режим работы оперативки, есть 2 слота под М.2 накопители. Причем один из них работает на скоростном интерфейсе PCI-Express 3.0. Также стоит отметить и радиатор на цепях питания. Он небольшой, но это лучше, чем ничего. А еще плата неплохо выглядит, что редко можно сказать, когда речь идет о китайском железе. Здесь все весьма цивильно. Материнка выкрашена в белый цвет с серыми вставками и черные элементы на таком фоне выглядят стильно. Так что если захотите собрать не просто бюджетную, но еще и красивую систему, данная модель не нарушит ваших планов. Напоминаю, что у меня есть канал в Телеграме. Там я выкладываю сборки компьютеров, топы гаджетов и техники, новости из мира компьютерных технологий и не только. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе актуальных событий. Ссылочка в описании. В качестве мозга я взял многим знакомый Intel Xeon. Модель i5-2670v3 в своей линейке располагается на уровне чуть выше среднего. Чип обладает 10 ядрами и 20 потоками, что весьма неплохо, ведь современные игры уже вовсю учатся пользоваться такими мощностями. И даже 6-8 потоков многие проекты загружают без проблем. В будущем же ситуация станет только лучше, так что актуален CPU будет еще долго. Максимальная частота, правда не самая высокая, 3100 МГц, но для серверного чипа показатель неплохой. Главной же фишкой таких процессоров является поддержка 4-канального режима работы оперативной памяти. В таком формате даже DDR3 еще остается актуальной, но здесь имеем современную DDR4. Максимальная частота не очень высокая, 2133 МГц, но этот недостаток с легкой перекрывается удвоенным числом каналов. Проц имеет весьма немалые 120 Вт TDP, поэтому для охлаждения нужен хороший башенный кулер. Этот монстр обладает шестью тепловыми трубками и сразу двумя вентиляторами диаметром 120 мм. Производитель обещает 160 Вт теплоотведения, и судя по отзывам, башня отрабатывает заявленные показатели даже с запасом. Это говорит о том, что при желании вы можете разблокировать турбобуст на процессоре, и тогда все ядра будут работать на максимальной частоте. По умолчанию же до 3100 МГц могут одновременно разгоняться не больше двух ядер. Вертушки подключаются по 4-пиновому коннектору, что обеспечивает точную и плавную регулировку оборота в зависимости от температуры CPU. Также отмечу RGB-подсветку вентиляторов, их контур, а также верхней крышки, которая прикрывает радиатор. Он, к слову, вместе с тепловыми трубками выкрашен в черный матовый цвет, что выглядит довольно неплохо. Оперативная память также порадует своим внешним видом. Плашки имеют черный радиатор с белыми вставками, скрывая скучный зеленый текстолит. На работу это почти не влияет, но учитывая практически нулевую разницу в цене, бонус приятный. Что же касается характеристик, то я взял два модуля по 8 гигов на частоте 2133 МГц. Благодаря такой частоте даже в двухканале память показывает себя неплохо. А в будущем при необходимости можно докупить еще две плашки, удвоив объем и скорость без необходимости замены уже имеющихся модулей. Отмечу, кстати, что продавец высылает разные решения. Могут попасться типы от Samsung, Hynix или Micron. Они все хорошего качества, ведь это топовые производители, но если вам нужен какой-то конкретный бренд, то можно написать комментарий к заказу с вашими пожеланиями. Продавцы на Али, как правило, внимательно относятся к подобным мелочам. SSD обязателен в любой, даже самой недорогой современной сборке. Этот компонент выводит опыт использования компьютера, его отзывчивость и скорость на совершенно новый уровень. Если учесть нынешние цены на твердотельники, то упускать возможность такого буста не стоит. Я взял сюда простенький SATA накопитель на 512 гигабайт. Да, плата поддерживает M.2, которые намного быстрее, но они уже не влезали в бюджет. Тем не менее, система и программы будут летать даже на таком SSD. А разница в загрузке игр в сравнении со скоростными PCI-Express моделями составляет в большинстве случаев всего несколько секунд. Любимица многих геймеров позапрошлом поколении, Nvidia GeForce GTX 1060 на 6 гигов сегодня обрела вторую жизнь. Актуальное и прошлое поколение видеокарт стоит непомерных денег. Эту же карточку удалось найти за весьма неплохой по современным меркам прайс. Да, разумеется, он все равно очень завышен, но такое уж сейчас время. Тем не менее, если абстрагироваться от старых цен, этот адаптер до сих пор показывает отличную производительность. Во многом этому способствует большой видеобуфер. В итоге карточка тянет любые современные игры в Full HD разрешении и даже дает повыбирать настройки. Да, есть проекты, которые едва идут в 30 кадрах на самых минималках, но это скорее исключение. Блок питания я взял с запасом на случай разблокировки турбобуста. Этот бюджетный, но добротный кугар выдает 456 ватт по линии плюс 12 вольт, чего с головой хватит для этой системы. У него даже есть какой-никакой сертификат энергоэффективности. Да, это самый начальный 80+, без каких-либо приставок, но все-таки это лучше, чем ничего. Набор кабелей включает в себя все самое необходимое и в бюджетном ПК этого хватит за глаза. Для той же видеокарты есть аж два коннектора 6 плюс 2 пин, хотя вряд ли кому-то понадобится второй, учитывая мощность блока. А вот 5 кабелей для питания накопителей вполне могут пригодиться для создания домашней медиатеки или облачного хранилища. Также стоит отметить внешний вид облака. Он покрашен в черный цвет и будет неплохо смотреться в корпусе с окном. Корпус я сегодня решил взять добротный. Во многом это заслуга весьма крупного кулера, уместить который может не каждый кейс. Zalman i3 Edge хоть и относится к недорогому сегменту, но все-таки это хороший брендовый корпус, а не откровенно китайская коробка из фольги. Он просторный, сюда влезет даже самая длинная RTX 3090, не говоря о других адаптерах. Можно поставить до 5 2,5 дюймовых накопителей и целых 6 вентиляторов размером 120 миллиметров. Причем сразу 4 вертушки идут в комплекте, что весьма неплохо за такие деньги. Отсек для блока питания прикрыт черным кожухом, где можно спрятать пачку ненужных разноцветных проводов. Боковая стенка сделана из оргстекла, но судя по отзывам, она хорошего качества и царапается не сильно. Что ж, настало время перейти к тестам. Нет смысла проводить их в разрешении больше, чем в Full HD. Пускай карта все еще мощная, но все-таки стоит делать скидку на ее возраст, да и не предназначалась она никогда для 1440p. В Full HD же она выдает отличный фреймрейт, как в не очень требовательных играх по типу Apex Legends, так и в мощных проектах. Например, в Borderlands 3 GTX 1060 выдает почти 40 кадров в секунду в среднем и это на ультра настройках. Как по мне, результат весьма хорош для пятилетней карточки среднего уровня. Сборка получилась по современным меркам более чем достойная, при этом она не превратится в кусок железа через пару лет. Потенциала процессора вполне хватит для видеокарты куда более высокого уровня, да и оперативку можно прокачать как по объему, так и по скорости. А весьма не стыдный внешний вид еще больше увеличивает актуальность системы. Такой вот получился компьютер. Как вам сегодняшняя сборка? Делитесь своими впечатлениями в комментариях, а я с удовольствием их почитаю. А если ролик вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите по колокольчику, чтобы не пропускать новые видео. Напоминаю, что в описании вы сможете найти ссылки на все рассмотренные железки. Всем удачи!